Продолжение следует... Для того, чтобы узнать, какие навыки прокачаны у вашего персонажа, вводим команду stats, выбираем вкладку навыки и видим полную информацию. В данном случае входят владение языками, навыки ремонта, это лодки, самолеты, грузовики, навыки взлома, авто, дома, огнестрельное оружие и другие навыки, которые не относятся к вышеперечисленным. Для того, чтобы развить навыки ремонта, нужно чаще ремонтировать определенный вид транспорта, навыки взлома, соответственно, взламывать, вскрывать машины с помощью отвертки и скрепки, взламывать дома с помощью лома. Огнестрельное оружие конкретно качается при максимальном использовании пистолета или автомата или деповика, то есть чем больше используется, тем выше будет ваш навык. Навык стрельбы, физической формы, реакции развивается с помощью гантелей, упражнений на тренажере и также стрельбы из огнестрельного оружия. Навыки как хирурга, это при проведении операции над игроками, репутация на черном рынке, это конкретно репутация среди криминальных кругов, о ней более подробно мы, возможно, поговорим в других видео. В карманнике и все остальное развивается непосредственно работой на данном устройстве, в том плане, если вы в карманнике будете максимально много воровать людей, пытаться воровать деньги, то при повышении этого навыка шанс будет намного выше. Теперь рассмотрим, как же можно поднимать основные навыки, это физическую форму, реакцию, стрельбу. Для того, чтобы поднять физическую форму, нужно использовать гантели. Гантели покупаются в спорттоварах. Для того, чтобы поднимать реакцию, нужно заниматься бегом на беговой дорожке в тренажерном зале или же на велосипеде, на тренажере велосипедном. А для поднятия навыков стрельбы, соответственно, нужно стрелять. По навыкам это все более детальный для таких важных навыков, как репутация, на черном рынке. Это довольно большая система, поэтому мы рассмотрим ее в другом видео. Сейчас перейдем к функционалу машины. Машина открывается и закрывается, как и на множество других серверов, командой log. Открыть-закрыть, то есть это ничего не меняется, мы этого с вами смотреть не будем. По конкретному функционалу машины. Садимся в машину. Для того, чтобы открыть бардачок, к примеру, мы вводим команду car, в диалоговом меню выбираем команду, выбираем, точнее, раздел бардачок. И мы видим, что в бардачок входит три предмета, можно положить, и также деньги. Стоит отметить, что ограничение на открытие бардачка стоит со второго уровня. Это было введено для того, потому что многие игроки при регистрации создавали мультиаккаунты, и начальные деньги влаживали в бардачок любой из машин, которые они находили первой попавшейся, и потом с основного аккаунта доставали от этого деньги, и тем самым получалось, что они багаюзили на деньги. Что при нашей экономике, в принципе, недопустимо. Поэтому было добровольное ограничение, что пользоваться бардачком можно только со второго уровня. Второй уровень добывается путем игры на сервере, то есть отыграли энное количество часов, и автоматом ваш персонаж перешел на второй уровень. Так же самое происходит переход со второго на третий, с третьего на четвертый, и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы открыть багажник, нужно подойти к нему сзади, ввести команду «Транк». Неправильно прошел. Ввести команду «Транк», и мы видим, что в багажнике он состоит из 10 слотов, также в него можно положить деньги. Для того, чтобы добавить предмет в багажник, выбираем функцию «Добавить предмет», открывается наш инвентарь, выбираем, что конкретно добавить, к примеру, в бутылку колы, и мы видим диалоговое сообщение, что предмет колы добавлен в багажник. Как мы видим, он занял второй слот. Для того, чтобы достать, соответственно, колу из багажника, мы выбираем ее, выбор, и выбираем слот, куда мы в инвентаре хотим переместить наш предмет, который мы достанем из багажника. Пускай вернем его на его же место, на третье слот. Стоит заметить, что когда машина закрыта командой «Лок», багажник, соответственно, недоступен. То есть, если же машина открыта, то можно рыться в багажнике. Давайте мы с вами возьмем гантели, переместим его на финальный слот, и попробуем немного прокачать параметры силы. Для того, чтобы открыть свой инвентарь, я напомню, как в прошлом видео мы рассматривали, вводим команду «Итемс», открываем, выбираем гантели, выбрать «Использовать». Гантели появляются у нас в руках, для того, чтобы прокачивать навод силы, мы начинаем с вами нажимать клавишу «Пробел», как в обычной игре. То есть, нажимаем «Пробел» и качаем тем самым навод силы. Так как вы не робот, вы не сможете, соответственно, качаться беспрерывно. То есть, на определенном моменте, когда вы докачаетесь до грани ваших физических возможностей, будет установлен перерыв на определенное время, для того, чтобы ваш персонаж отдохнул. После того, как перерыв пройдет, вы сможете дальше продолжать заниматься увеличением вашего конкретного навыка. Для того, чтобы спрятать гантели, и не только гантели, а остальные предметы, такие как телефон, такие как милицейский жезл и так далее, нужно нажать клавишу «H». Если вы клавишу «H» не нажмете, и предмет останется у вас в руках, то вы не сможете воспользоваться инвентарем, потому что будет писаться, что ваши руки заняты. Это не является ошибкой, и это не баг. То есть, для того, чтобы это исправить, нужно просто убрать предметы обратно в инвентарь с помощью клавиши «H». Вернемся к функционалу машины. Общий функционал машины заключается в том, что, к примеру, на кнопку «2» мы включаем и выключаем фары, нам лук, нам 4, нам 6 – это поворотники, нам 8 – это аварийка. Справа снизу мы увидим с вами спидометр, это конкретная скорость вашего авто. Значок «F», в данном случае у нас зелененький, это означает количество бензина. Если он мигает красным, значит бензина уже мало. Значок «А» – это означает заряд аккумулятора. Если аккумулятор у вас, то он почти разряжен. Для того, чтобы заменить аккумулятор, вам нужно обратиться на СТО. «Л» – это фары. «Е» – это включенный или выключенный двигатель. Также справа снизу отображен пробег автомобиля. Также стоит заметить, что если ваш автомобиль был поломан, вы можете попросить товарища или попросить кто-нибудь из проезжающих игроков, для того, чтобы вас взяли на буксир. Для того, чтобы взяли вас на буксир, нужен трос. Трос так же само покупается или в магазине, или в магазине спорттоваров. И так далее. Также стоит отметить, что каждый из автомобилей имеет свой порядковый номер на двигателе и на корпусе. Это очень важно. Если вашу машину, к примеру, угнали и перебили на ней номера, то есть она пропала с вашего пользования, то ее можно найти конкретно по номеру двигателя и номеру кузова. Потому что обычно при перебивке номеров один из этих номеров меняется, а один остается таким, как и был. Поэтому при покупке машины обратите внимание на ваш номер двигателя или номер кузова. Где-то себе запишите, чтобы потом в будущем, при такой ситуации, вы могли восстановить и вернуть свою машину. На сервере также присутствует система радаров. Если вы нарушили скоростной режим, то вам в автоматическом порядке приходит штраф. Штраф приходит, если вы за рулем конкретно своей машины, то штраф приходит конкретно на вашу машину. Если вы за рулем чужой машины, друга или украли, или украли, или вы на рабочей машине и так же само нарушаете правила, то штраф будет приходить конкретно на вас, на вашего персонажа. В данном видео все. Задавайте свои вопросы. Что вам хотелось бы узнать? Что вы хотели бы увидеть? А в будущем, в следующем видео, мы, скорее всего, с вами рассмотрим систему телефонов. Возможно, рассмотрим одну из фракций. Это будет или милиция, или медики. Если это будет милиция, мы вам покажем функционал милиции в плане базы данных, их возможностей, в плане использования резиновых пуль и так далее. И если же мы покажем вам медиков, то мы с вами рассмотрим возможность сделать диагностику персонажа, возможность делать операцию, какие виды операции бывают, что нужно использовать перчатки для того, чтобы не занести заразу. Ну и более подробнее рассмотрим медиков. Ну а также, может быть, рассмотрим пару работ, которые были добавлены в последнее время, и по которым видео еще нет на нашем канале. А так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, спасибо, что вы играете у нас, мы стараемся для вас. До скорых встреч!